В 2013 июне-июле меня задержали, вызвал участкового, я пришел. Меня задержали, отвезли в Хищнев и закрыли в КПЗ. Я спрашиваю, можно адвоката? Они сказали, у тебя будет адвокат. Есть адвокат. Я говорю, у меня нет денег на адвоката. Они сказали, что тебе дадут государственного адвоката. Не знала моя мать, никто не знал. Я сидел три сутки, потом мне дали 30 суток. Потом я сидел в КПЗ, не мог ни купаться, ничего, ничего. Они сказали, за что арестовали? Нет, я говорю, а можно хоть общенную ставку, можно хоть какую-то? Да, я говорю, я был с друзьями, да, мы ездили, да, мы катались. Друзья мои, которые были, они были все тоже закрыты, всех моих друзей отпустили. Один я сидел. Закрыли меня в 2013 году, в июне или июль, точно, не помню. Освободили пару месяцев назад. И ничего не доказали, освободили под домашний арест. А в два года ты там? Два и три месяца. Это было в КПЗ? Два года? Нет, я был уже на тюрьме, я поднялся на тюрьму, на центральной. Значит, ты был осужден? Нет, нет, не под следствием. Под следствием два года? 90 суток, да, за статью 186 и за статью 187, вторые части. Потом я заболел, у меня геморрой воспалился, у меня кровь было, кровотечение, мне отвезли на промкулы. На промкулы хотел я делать операцию, там побоялся, потому что гарантию не давали, что может все нормально, я побоялся. И никак, потому что мама приезжала на свидание, у меня мать больная. А ты заболел в тюрьме? Нет, в тюрьме? Да, полочки, у меня слабости. А жаловался ты прокурору? Я жаловался, прокурор говорил, я говорил прокурора, я просил, у меня вот меняется, это второй уже прокурор меняется, здесь, а второй или третий даже, я скажу так. Вот этот мой, который был со мной человек, этот чайнак, его вообще нет, вот сидит, я не знаю где он, его все ищут, и все на меня давят. Потерпевшие стороны приходили первое время, говорили, что они меня не знают, а теперь они говорят, что это я, и больше со мной никто не был. А есть фиксированные заявления, когда написали заявление, написали на нас всех, и там были указаны всех имена, всех, даже не было общей ставки, ни опознания, и всех отпустили, а меня одного захлезли. А остальных когда отпустили? Тоже через два года? Нет, остальных тоже через неделю их отпустили всех. Я не знаю, я не из богатых людей, у меня не было. Как это можно объяснить? Как это можно объяснить? Это когда мы уже встретимся, тогда и уже, когда соберемся все уже, тогда можно будет и поговорить, когда я документы возьму, чтобы все видели это. И сейчас суть продолжается или нет? Я приехал вот на Рыжкановку, в 33 кабинет, благодаря этой женщине вот приехал, она мне отложила суд и сказала, без этих потерпевших ничего не рассматривать. Я сказал, что я не согласен без потерпевших, я хочу, чтобы были потерпевшие, и чтобы они были в суде и говорили, и я это или нет, и за что я столько сидел. Я вот это хочу, я хочу справедливости и все. Да, я не говорю, что я там не был, я был с ними, но я ж не трогал, их никто не бил, никто ничего не забирал, ни у кого. За что мне такое? Потому что у меня нет денег. А эта статья в чем вас обвиняют? Нас обвиняют в не хулиганка, а... Кража или что там? Нет, типа мы выдернули телефон и убежали. И поэтому вас держали два года? Да, и еще это не конец, еще идут суды. И эта статья идет от пяти до семи лет, вы понимаете? И с два с чем-то года мне зала апелляция, отфободила апелляция. А что за телефон такой? Золотой или... Нет, простой телефон какой-то, я даже не помню марку. Они мне не говорили, какой телефон. Не сказали? Нет, я этого не знаю. Я даже не знаю, что там еще за эпизоды. Я не знаю, которые... Я просил общную ставку с потерпевшими, потерпевшие не приходят на суды, вы сами видели, суды отлаживаются, потому что потерпевших нет, они не приходят. У потерпевших прокурор сказал, нет места жительства, я не знаю, что делать, как быть. Я живу 120 километров отсюда. Что мне, каждый раз приезжать сюда? У меня нету откуда денег, я же не ворую, я не работаю, я мать больная. Я не знаю, что делать. Все.